Ну а мы едем в Гатчину, родной город олимпийской чемпионки и 13-кратной чемпионки мира Светланы Колесниченко. Сейчас у спортсменки отпуск, и она приехала повидаться с семьей после триумфального выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Наш корреспондент Софья Байбурина встретилась со Светланой и выяснила, как синхронистка готовится к соревнованиям психологически и с кем проводит свободное время. Мы когда договаривались об интервью, я вас попросила, можно ли снять фрагмент тренировки. Вы мне сразу же категорически сказали, что нет, и я подумала, ну списала это на то, что вы устали от пристального внимания. Потом я уже поняла, что на самом деле это большая тайна, что с вами делают тренера, и почему вы на пять шагов впереди планеты всей и всех остальных команд. Во-первых, секрет сборной это в наших тренерах, конечно же, то есть спортсменки, составы меняются на протяжении 20 лет, тренеры остаются, а все так же на лидирующих позициях. Для всех стран мы закрыты, да, мы принимаем на сборы только те страны, которые не входят в финал, допустим, чемпионатов мира, там, третьи страны какие-нибудь там после двадцатки. Это просто тяжелый труд, ну, днятина, я бы так сказала, которая за дня в день вот оттачивается по маленьким-маленьким штучкам. Мы все делаем, ну, каждый там маленький кусочек программы может делать по тридцать, по сорок раз, и это вот надоедает, но это надо делать, чтобы это было просто суперидеально. А завтра то же самое опять. И это тяжело, каждый день, шесть дней в неделю ты сидишь в 12 часов в воде, ну, кошмар. Вы тринадцатикратная чемпионка мира, да, чьи мировые старты отличаются от олимпийских? Внимание, они сложнее, чем в олимпийских играх. На олимпийских играх представлено только восемь стран. И это не восемь не сильнейшие страны, а те страны, которые от Африки идут, Австралии, вот, то есть, получается, да, Азия, Европа, сколько у нас континентов, то есть, континентальные идут, и плюс две дополнительно. А на чемпионате мира представлено все сорок стран, то есть, там, обязательно полуфинала, финала, то есть, борьба на самом деле в два раза больше, и соревнования сложнее все-таки в моральном плане. Хотя олимпийские игры стоят выше. Расскажите, пожалуйста, как вы себя чувствовали на олимпиаде? Вот на олимпиаде хорошо. На самом деле, я всю жизнь думала, ну, когда вот, конечно, это были мечты, когда я поняла, что это реально, я думала, что олимпиаде я буду валяться в приступах, мне будет очень страшно, мне будет, я там, мне будет просто очень плохо перед стартом. Все оказалось совсем наоборот. Для меня это были самые легкие старты в моей жизни. Несмотря на то, что у других видов спорта была плохая атмосфера на соревнованиях, мы понимаем все из-за чего, у нас все наоборот, у нас все очень дружелюбно встречались, нам хлопали, все нам радовались, прям там приветы кидали, мы прям счастливы были. Про деформацию носа. Да, у всех кривые носы, у всех перегородка обязательно кривая, но не знаю, почему так сделано, видимо, от зажима как раз таки, ну, хотя один на одних соревнованиях, еще у меня не было в сборной, но прямо на соревнованиях девочки выступали, и одна девочка дала пяткой в нос, у другой девочки сломала ей нос. Она выходит после старта, снимает зажим, у нее кровище просто вот так вот течет, но она доделала, ничего страшного, то есть, ну, а что делать? Очень часто, допустим, когда поддержки могут приземлиться куда-нибудь на нос, туда-сюда, наверное, сейчас видно, не знаю, за месяц прошло, но у меня все-таки есть зажимы, немножко вот следы, надолго остаются, видимо, это вот с синхронисток так всегда. В интервью 2011 года вы говорили о том, что, ну, вот это вот после первой такой серьезной вашей победы, мирового первенства в Шанхае, вы сказали, что вы все время занимаетесь, и времени на личную жизнь у вас нет, и на хобби. Что сейчас изменилось? Так, прошло сколько, шесть лет, я постарела и переосмыслила все свои. Нет, да, у меня есть молодой человек, поэтому все свободное время стараюсь проводить с ним, вот, конечно же, у нас один выходной в неделю, поэтому тут особо не разбежишься в свой выходной. Молодой человек у вас тоже спортсмен? Ах, ну, как бы это ни грустно не звучало, но да. Потому что приоткроете завесы тайны. А типа какой вид спорта? Да, на самом деле два вида спорта у него, и плавание, и плавание властных классических. Чемпион Европы по плаванию, победитель, а, чемпион мира по подводному плаванию, ну, короче, нормальный спортсмен. Я имела честь познакомиться с вашим тренером Ириной Владимировной Белоусовой, вот, можно поподробнее, как я понимаю, женщина сталь, да, если вот вы уже. Ирландина моя вторая мама, я ее просто обожаю, но это уже так приятно вспомнить, да, Ирландина не хотела бы меня брать, потому что сказала моей маме, вы до чего ребенка довели, что она такая толстая, вот, на самом деле, да, поэтому меня мама и привела в спортсмен, я немножко похудела, я-то не любила, ничего, я там блинчики у бабушки ела, все дела, вот, и поэтому, ну, мы просили, пожалуйста, возьмите, ну, просто поплавает, пусть похудеет, там, все дела, она такая, ну, ладно, возьму. Как проводят отпуск синхронистки, то есть, обычно все люди стремятся попасть к морю, да, ну, те, кто не живут на море, вам куда хочется, в горы, в степь там или еще куда-то? Я скучный человек, то есть, я, у нас многие девушки очень любят экстремальные виды спорта, некоторые прыгают с парашюта, там, с тарзанки летают, то есть, я просто в шоке, я говорю, вы мои герои, но я этого уже никогда не сделала, я этого боюсь, я даже летать боюсь, поэтому я езжу из Москвы в Санкт-Петербург на машине исключительно. Если бы вы были министром спорта России, что бы вы сделали? Первая мысль приходит к футболу, чтобы его, блин, наладить, не знаю, почему это первая мысль, хотя бы таких вопросов мне еще не задавали, хороший вопрос. Да, я бы, наверное, начала разбираться в каждом виде спорта, где чего не хватает и, может быть, какую-то систему другую подготовки находила бы. О семье вы задумываетесь? Ну, почему бы нет? Нет, конечно же, да, но это все после спорта, я считаю, что совмещать все-таки спорт, когда уже ты замужем, допустим, это очень сложно, поэтому я думаю, что олимпиадку, а после олимпиады можно уже о семье задуматься. В общем, дадите ему послушать наше интервью и после олимпиады сразу же сделать предложение. Да, да, да.